Ну, пойдет. Приглашайте. Ну, и так, наверное, время уже пошло. Давно. Подождите. Ждем тогда. Ждем тогда. Не, ну не надо так. Так. Уважаемые слушатели, здравствуйте. Я являюсь заведующим опорным пунктом в городе Караганда, северного филиала НПЦ рыбного хозяйства. Сегодня я хочу вам предложить такую тему, достаточно сложную, поэтому и говорить я буду, наверное, больше, чем остальные выступавшие до меня спикеры. Эта тема касается применения уравнений роста и линейно-весовых отношений в теории и практике рыбного хозяйства. Начнем с того, для чего это нужно. Начнем с применения в практике. Теория-то это понятно, это мы, ихтеологи, исследуем рост, удовлетворяем свои потребности научные, ну и пытаемся понять закономерности. Для практики. Во-первых, в естественных водоемах. Это необходимо для сравнения популяций из нескольких водоемов, для того, чтобы выбрать более продуктивную из них. И в дальнейшем на ней базировать рыбное хозяйство, либо в виде пастбищного, традиционного, либо даже в виде ОТРХ с доминированием естественных кормов. Кроме того, в естественных водоемах, как вы знаете, существуют популяции некоторых видов, которые производятся искусственно. Тот же Сазан на юге и Сигаври на севере. Так вот, для того, чтобы выбрать наиболее продуктивную популяцию для дальнейшего размножения или формирования ремонта маточного стада, также можно провести подобные исследования и выявить ту популяцию, которая более продуктивна и которая может в дальнейшем дать больший эффект по сравнению с другой или другими популяциями. При выращивании рыбы в искусственных условиях. Это, во-первых, может дать материал для сравнения различных технологий, технологий кормления, каких-то приемов, особенностей водообмена. Ну, в общем-то, достаточно широкое применение. Ну, тоже, допустим, применение каких-то лекарственных препаратов. И, естественно, сравнение генетических линий. То есть, какая лучше растет, какая перспективнее, какая растет хуже при экономии средств, которые можно и не продолжать. В общем, знание этих процессов, процессов роста, и особенно их выражение в цифрах, наглядное выражение в цифрах, оно во многом упрощает процессы ведения рыбного хозяйства и, соответственно, экономит средства на его развитие, что в наш период немаловажно. Теперь перейдем непосредственно к этим уравнениям. Извиняюсь. Первое уравнение – это общеизвестное уравнение Форда-Уолфорда. Здесь вот… Ну, это, в принципе, вы можете в большинстве учебников найти его. Это несложное уравнение. Это уравнение динамики роста. То есть, какова длина была, какова длина стала и плюс коэффициенты 2. Это уравнение также используется, кроме того, как оно используется в дальнейших уравнениях, в дальнейших уравнениях рост других, используется для расчета, допустим, естественной смертности. В общем, это дает исходные константы для уравнений. Теперь непосредственно уравнение роста. Это три основных уравнения. Это фон Бертоламфи, гомприца и линейно-логистической функции. Для рыб наиболее подходящий и наиболее часто употребляемый – это уравнение 1938 года фон Бертоламфи. И само уравнение, оно связано с дефинициалами, поэтому я показывать не буду. А вот три константы, которые вычисляются и которые дают пищу для анализа, вот здесь показано, как они рассчитываются. Значит, первое – это асимптотическая длина. Рыба – это максимально теоретическая длина, которую могла бы достигнуть рыба, с учетом ее бесконечного роста все-таки. Потом константа роста – функция сама по себе вспомогательная. И начальный возраст, при котором длина тела равна нулю – это тоже теоретический показатель. Обычно имеют отрицательное значение. Эти показатели не имеют привязки к каким-то биологическим показателям. Явным показателям, конечно, не базируются на темпах роста. И оценивают выборку полностью. Чем длиннее ряд, и чем больше выборка у вас, тем более точные данные получаются. Кроме того, уравнением Бертоланфи можно проверить, правильно ли вы вообще рассчитали возраст. Допустим, по асимптотической длине – это понятно. Когда, допустим, приведу пример так, по леню, у вас асимптотическая длина получается порядка 40 сантиметров, при наибольшей, допустим, сантиметров 25 выборке, то можно считать, что определение возраста у вас прошло достаточно правильно. Ну, понятное дело, что могут быть какие-то грехи. Это очень сложный вопрос определения возраста. Но если у вас асимптота порядка 128 сантиметров, можно смело говорить, что возраст определенно неправильный. Так, далее. На основании, в принципе, уравнения Бертоланфи вычисляется один очень интересный индекс. Если Бертоланфи и Форда Волфрода вы можете найти, то поле Марна, индекс эффективности роста, в нашей литературе встречается нечасто. Это числовой показатель, который как раз-таки наглядно показывает, какой темп роста. Ну, если взять того же линя, то вот наши центрально-казахстанские, северо-казахстанские популяции, у них индекс поле Марна варьирует от 2,10 до 2,7. И вот есть популяции, которые, ну, конкретно видно, да, вот их визуально видно, что они растут хуже. Ну, ряд цифр на это наталкивает. И у них коэффициент этот ближе к 2,10. Есть популяции в основном, основное ядро популяции, которые растет средний, имеет средние темпы роста, и у них коэффициенты 2,3-2,4. Ну, и есть быстрорастущие популяции, которые стремятся к 2,7. Это очень наглядный показатель, и по нему, в принципе, сразу видно, как обстоят дела с темпами роста. Теперь перейдем к следующему уравнению. Это уравнение само по себе не является уравнением ростом. Это уравнение для линейно-весовых отношений. То есть, как соотносится рост длины и рост вес. Ну, весовое, наращивание веса. Вот так вот скажем. Это показатель, который отражает состояние непосредственно, вот на момент исследования, состояние как индивидуально одной рыбы, так и выборки в целом. Тоже достаточно хороший показатель. И обычно, ну, формула вот. Обычно считается, что весовой рост, который более, так сказать, нужен для рыбного хозяйства, для производства продукции, если он больше, если вот эта степень, B, показатель, больше трех, то, значит, преобладает весовой его рост. Если меньше, то, соответственно, преобладает линейный рост. Кроме того, на основании вот этого уравнения разработаны были в сороковых годах несколько, так называемых, коэффициентов состояния, которые также могут оценить как индивидуальную изменчивость и состояние одной конкретной рыбы, так и популяции в целом. Здесь единственное стоит отметить, что при применении линейно-весовых отношений необходимо, что использовать при сравнении либо выборки одного сезона, либо это могут быть комплексные выборки, но сезоны должны, сезоны или фенологические фазы, то есть нерест, нагул, зимовка должны совпадать, должны быть одинаковыми для всех выборок. В принципе, это вкратце так все, что я хотел сказать. Теперь можно перейти к вопросам. Здравствуйте. Применимы ли эти уравнения к нерывным объектам, ракам, тюленям и другим? В общем-то, естественно, что применяются они, применяются вплоть до того, что там рассчитывают Россоранчи, но дело в том, что фонд Бертоланфи уравнения, оно более подходящее для беспозвоночных и для рыб, то есть для гомоэтермных. Для поэкилотермных тюлени и птицы это уже более применимо уравнение гомприца. А так можно применять беспроблемно. Применяются ли показатели веса вместо длины в уравнениях? Да, применяются, только надо учитывать, что вот я показывал уравнение, так называемое уравнение и теория Авогадро, когда длина веса равен кубу длины, то есть кубические отношения просто. То есть существуют преобразованные формулы, в которых вместо длины применяется вес. Оно более-менее более перспективно и для рыбного хозяйства оно более понятно. Но с учетом наших традиций в исследованиях обычно применяется длина. Так, какие еще вопросы будут. У нас здесь ситуация достаточно сложная, у нас тут цвета нет, но 4G есть. Поэтому я достаточно темный такой у вас на экране. вопросов по всей видимости больше нет. что я хочу еще добавить. Здесь во-первых, линейно-весовые отношения. Частные случаи линейно-весовых отношений это общеизвестные коэффициенты упитанности Фультона и Кварк. Поэтому вот это уравнение не такое уже и страшное на самом деле получается. так потом при расчете показателей формулы Бертоламфи в принципе можно применять как на натуральные промеры или взвешивания так и данные обратного расчисления роста. Только единственное что надо у нас это как-то особо не принято но на западе применяют даже просто чисто механически перенося данные эти формулу в расчетах он Бертоламфи и есть еще методика Вогана Бертона который по-особому рассчитывает так называемые правила последнего кольца то есть строится ряд где возраст где длина в 3 года берется только у 3 лет 4 года 4 лет ну и так далее есть такие методики ну обратное расчисление так какова репрезентативность выборки для характеристики малых водоемов в общем я сказал уже что чем больше выборка тем лучше но конечно на трех особях построить это невозможно больше 10 а лучше больше 20 особей в каких регионах проводите исследования ну у меня Каргандинская Акмолинская Североказахстанская это в основном водоемы ООПТ НУРА ЕСИЛЬ местные водоемы я на каких-то крупных так не работаю в основном конечно водоемы ООПТ еще какие вопросы а то мне тут говорят больше часа ну тогда наверное будем прощаться если будут какие-то вопросы вы меня всегда можете найти в северном филиале без проблем я отвечу на те вопросы которые вас интересуют ну и если я буду компетентен конечно я тоже не волшебник ладно до свидания всем спасибо за то что вы слушали